ребята всем привет с вами вика я живу 18 лет германии о том и рассказываю я вышла с работы такая вся хочется спать издержки первой смены вот и куда я приехала это кошмар какой-то знаете в чем моя проблема когда я записываю видео я при монтаже потом психую ужасно а сейчас мы сделаем с вами вот так я постоянно облизываю губы постоянно некоторые считают что это от волнения нет ребятка нет ребятка не от волнения это связано с тем что мне очень тонкая чувствительная кожа и когда я разговариваю вдыхая выдыхая у меня губы начинает моментально сохнуть поэтому естественная защита естественная реакция защитные организмы это смочить губы и их облизать вот у меня очень часто зимой особенно трескаются губы и нужно постоянно гигиеническая помада помаду я терпеть ненавижу на губах вообще никакую не гигиеническую не косметическую то есть это я ее наверное облизываю даже чаще чем у меня сухие губы правда не люблю помаду на губах зачем я сюда приехал то куда я приехал ребята это капец мне нужен отпуск мне нужен срочно отпуск вот многие говорят там есть я сейчас но и всем и каждом не нужен отпуск мне нужна реально какая-то перезагрузка потому что я уже год без отпуска да я тот человек который знает что такое в отпуске что такое очень хорошо отпуске мне это очень нравится вот я знаю что каждому человеку дабы прийти в себя нужна некая перезагрузка и это называется отпуск и причем неважно в этом году вряд ли конечно получится выбраться на море но надежда умирает последний я все-таки мечтаю о каком-нибудь там море хотя бы самым ближним хотя бы то которое находится в германии которое называется не море а озеро кстати кто в германии живет вы обращали внимание что северное море называется зе ост зе и вообще она и не северное а для мне северное недавно мы разговаривали с немцем и он утверждал что это озеро ну как может быть озеро когда это море но она уже называется зе ост зе зе это озеро по-немецки вот кто из германии обратите на это внимание погуглите почему очень интересно все из-за артикли то есть они не смогли его назвать морем потому что не соответствовал артикль ну да ладно в общем мы на выходных очень хорошо погуляли два предыдущих видео об этом кстати 2 я еще не смонтировал на момент когда я записываю это видео то еще не смонтирована но между делом я все-таки успела высадить часть своих саженцев моих саженцев огурцы и цукини и помидоры два ящика еще стоит не высаженных потому что пошел сильный дождь когда я нашла время когда я приехал на дачу часть я высадила и пошел такой ливень а теплица кто кто смотрел мою дачу она мне полу открытая потому что был сильный ураган зимой и пару окон вынесла в одну теплицу восстановили вторую не успели потому что почему потому что закончился материал в магазинах я даже не знаю видимо в этом году все решили что-то посадить и закончился вот такой как укрывной материал для теплиц такой кто знает зелененький как бы в клеточку так что я пришла посмотреть сейчас этот материал если будет я его докуплю и о чем я я высадила саженцы но у меня не было вот этой корн бляу корн называется он против улиток против слизней и в общем я на днях пришла три цукини сожрали четыре уже сожрали и один помидор сожрали вот но один помидор по моему съели червя не знаю потому что нижние листики желтые и корешок какой-то снизу там ну видимо червя ну да ладно вот еще у меня короче чувствуете да наверное кто давно меня смотрит я как бы в нос разговариваю немножко и и вы неправильно правильно это чувствуете благодаря праздникам я решила отвыкнуть от капли я знаю что многие девочки и мальчики кстати реже а вот девочки в германии а кстати не в германии в казахстане у меня игорь дядя маринин муж он точно так же нафтизинщик да а я здесь вот тоже зависимая очень многих знаю кто зависит от назин шпре ну вот это вот знаете штука именно вещество ксилометоксизолон кажется вот когда я была ну у меня вообще проблемы с носом там с детства вот здесь не климат мне вообще абсолютно я из теплого и жаркой страны летом я из сибири вот но у нас очень сухо здесь постоянно влажность я постоянно простываю мой нос постоянно заложен и я постоянно капа вот но все дело в том что рано или поздно как мне объяснил врач слизистая нос она там портится если вовремя не остановиться то все дело будет закончиться в операционной вот и тут были праздники я забыла купить себе спрей для носа как и всем это интересно как это случилось да это еще хуже чем бросить курить и вот вам так скажу или или равносильно тому когда заложен нос вот вспомните когда вы больны когда у вас простуда все но заложен ты автоматически плохо видишь плохо слышишь ты не можешь разговаривать мало кислорода поступает и такой раздражительный злой но я хочу попробовать пережить этом этот момент два дня я уже без назначпрей тяжело но это самое главное вот я попробую если в течение семи десяти дней я смогу если слизистая восстановиться конечно я все это дело брошу так что вот ребятки не обращайте внимание на мой голос ужасный противный все а теперь я пошла я вам наболтала начала влог столько новостей рассказала да у леона кстати каникулы начались но мы никуда не поехали ведь во первых я работаю потому что отпуск сейчас финансовая не тяну да и отпуска у меня никакого нет у нас коллеги коллеги там тоже по своим делам вот но я планирую отпуск взять либо в августе либо в сентябре июль тоже уже по моему расписан но и в июле у леона нет каникул а я же все таки бы хотелось не время провести все пошла в магазин сейчас чиньте вам покажу в общем вот я пришла в хэзеля и здесь вся вот эта химоза продается за стеклом вот это всегда мне было интересно наверное чтобы дети не нашли ничего не попробовать вот что мне нужно шнекенкорн он так и называется цена его 13 49 и здесь у нас даже не знаю сколько один килограмм но не знает что такое шнеки это вот такие вот создания которые жрут все подряд абсолютно есть более мелкая упаковка здесь 200 грамм и стоит 499 но на мой сад огород этого вообще капля в море то есть мне нужен килограмм а то и 2 а еще пока здесь стояла я заметила заметила кое-что что мне очень удивило у кого садоводов в германии вот есть сад кто встречал вот такую дебильнейшую траву я вам ее много раз показывал в своем саду оказывается у нее есть название называется она гирш и против нее есть даже химия тут целая полка посмотрите всякой разной химии против этого гирш вот то есть всякая другая трава и в первую очередь вот прям вот прям против гирш на дачу придем я вам покажу и тут я значит решила прогуглить про эту траву она оказывается съедобная и полезная а я ее уже 10 лет просто так вырываю и выкидываю в общем моя задача сейчас прийти на русском прочитать чтобы не травануться не дай бог ее можно как петрушку использовать или как шпинат даже варить представляете век живи век учись в чем сейчас я позову персонал чтобы не дали шнекенкорн за 13 49 пришла продавщица и показала мне что есть еще один вариант в общем решила я попробовать этот в принципе это одно и тоже наверное вот просто это стоит чуть чуть дешевле ну здесь 800 грамм а там килограмм я думаю достаточно так ну и как же я не зайду в свой цветочный отдел то в общем издалека увидела здесь акция гирань по ойра я не знаю сколько они до этого стоили но в принципе они еще хорошенькие да что-то они пережили мороз какой-то не знаю что в принципе сами кустики неплохие ну-ка сейчас вот смотрите да вроде бы хороший кустик и цветут они сказочно просто обалденно красиво но у меня на запах гирань аллергия я не могу я не переношу просто этот запах издалека особенно знаете вот в баварии там где-то едешь и у них прямо не висячи такие красивые обалденные гирань и очень нравится но запах это просто оттас не знаю почему то у меня у бабушки у про у прабабушки на балконе они на балконе на подоконнике на подоконнике всегда росли гирань она прямо обожала эти гирани и вот с тех пор у меня почему-то вот на этот запах мне кажется невкусно гирань пахнет а вот вот вам вкусно она пахнет или это у меня прямо какая-то какое-то такое отношение просто мне кажется невкусно ну гирань пахнет невкусно а вам как напишите мне правда может я одна такая всем вкусно мне не вкусно или вам тоже не вкусно в общем вот ребята хожу я не могу я попадаю в этот сад я не могу отсюда уйти ну такая красота такая милота вот любят немцы все-таки зелень обустраивать свои дворы и огороды то есть это в большинстве то своем весь этот магазин он не рассчитан на какие-то там дачи да как у меня а в основном они облагораживают территорию возле дома ну то есть немцы вообще сами по себе как бы предпочитают жить в своих частных домах где-нибудь за городом вот и облагоустраивать чтобы было много цветов чтобы были елки не просто забора зеленые заборы поэтому умеют они это делать поэтому по деревням гулять очень красиво немцы стараются прям на перегонки друг с другом с соседями создать красоту ну вот еще немножечко по ценам да допустим туя вот обычная туя такой высоты ну не знаю ну 20 евро будет стоить а тут видите ее немножечко вот так закрутили спиралькой она уже 70 стоит 69.99 очень не нравится ну ну да вот здесь вот 49 то есть как бы два шара да так слепили но я понимаю это по времени очень много наверное занимает вырасти такое отсюда и цена такая вот смотрится великолепно великолепно как в райском саду в каком-то или вот оливки но кстати вот оливковое дерево да обалденно красиво смотрится но его на зиму нужно куда-то заносить потому что оливки точно не переносят наших температур немецких вот а еще не могу пройти мимо бассейнов у нас на даче есть место для бассейна знаете это тетка с тележкой она меня преследует куда я не еду она везде с этой тележкой идет и гремит вот в общем вот такой бассейн нет вот такой у нас скорее всего был очень классная штука удобная но когда леон был маленький он всегда вот на эти бортики вставал и прыгал с них вот естественно бассейн развалился очень быстро прошлом году позапрошлом у нас был бассейн наподобие вот этого примерно такой был 179 аэра но кто давно со мной на канале я рассказывала что нам его порезали соседи у нас на тот момент не было счетчиков на холодную воду и все бассейны которые стояли на всех наших дачах даже детские знаете такие плянш пекинки маленькие даже их порезали и шланги к ним порезали соседи вы представляете такой ужас так было неприятно вот а мы с этого бассейна ну как бы воду никогда не выливали когда она грязнилась мы просто поливали бассейна этой водой ну таким образом меняя воду и то мы ее меняли то раза два в год наверное за сезон потому что у нас крышка была и вода не зеленела вот а теперь смотрите по ценам да вот 450 на 100 бассейн такой 329 в общем мне кажется за этот пластик это очень высокие цены но я смотрела в интернете такая же ерунда короче просто надо понимать что такое качество она все равно как бы на год на два потом они наверное рвутся мута не на но у нас один бассейн был года три наверное вот такой пластиковый продолговатый вот так что я присматриваюсь очень хочу но знаете когда хочу когда у нас выходит солнце и жара вот тогда я хочу а пока что пока что погоды у нас нету плохая у нас погода была отвратительная вот может от того и хочется еще больше в отпуск в тепло на солнышко или я работала когда у нас была жара ну не или а я работала вечером приходишь уже все равно не такая погода или нет жары на бассейн я пока так смотрю надо она мне или нет но цены конечно вообще высокие цены высокие вообще в принципе на все на каждую мелочь на какую-то огромные высокие цены и причем ну как раньше подешевле было я не жалуюсь но так оно и есть кто со мной не согласится ребят кто девчонки здесь живет какая-то мелочь какая-то ерунда которая раньше стоила 50 центов ойра сможет 250 стоить это конечно тоже мелочи ну тем не менее а если мне надо две каких-то ерунды 3 или 10 тогда уже как бы чувствуется в общем по пути я еще заехала в лидл смотрите чё купила чем сметана купила три банки перцы наконец-то появились я всю весну хотела перцы фаршированные не было самих перцев то мороженое увидела в ангиботе по 2 ойра вообще-то эта фирма она стоит три с чем-то потом хочу на шахту сладости на кассе надо не для детей прятать от для их родителей в общем я не удержала 77 центов супер сладкая строчицело очень вкусная сладость вот в общем перцы там еще фарш я взяла 1200 грамм за 7 евро что ли вот и солями все-все моя закупочка здесь 21 уйра это опять таки про цены да раньше на 50 евро можно было ну но тележки закрытили тележку набрать а сейчас вот 21 евро вот такая тележечка 3 пачки перцев пачка фарша пачка салями мороженое и три пачки три баночки по 200 грамм сметана пожалуйста ну живы будем не помрем будем меньше жрать похудеем ну что ребята пришла я посыпать свои суки не которые два месяца я высаживала проверяла оберегала поливала а их нет посмотрите что я конечно сама виновата вот последний короче доедает ну ё-моё посмотрите все нету все сожрали пока я купила остались мы без суки не в этом году как жалко ну вот за ошибки нам платить сейчас пойду посмотрю в другом месте еще высаживала но она обнадеживает обнадеживает четыре штуки осталось было штук там 6 и здесь вот 4 10 штук было в общем осталось вот здесь раз два три четыре вот здесь вот сидел сожрали здесь сидел сожрали там сидел сожрали все ну ладно что теперь обидно досадно ну ладно и вот еще один один чувак остался который на которого места не хватило в грядке сейчас я его туда досажу в ту грядку и пусть он там один в одиночестве растет блин вообще не могу ну как так то здесь у меня помидорки сидят блок дачница блогерша в общем здесь тоже такая беда приключилась его кто-то сожрал там вот здесь вот корень он прям вообще не знаю ну вот он какой то стоит желтенький листики вот желтый совсем пообломала я присыпала здесь землей не знаю правильно сделала или нет в общем я думаю что корневая система здесь пойдет и она как бы очухается я вот все это обрезала без понятия а это вот то что ну вот эти три помните давно еще садила это вот я сажала на скорую руку быстренько тут дождь пошел помните я не помню нет я не снимала точно но ничего все прижилось все растет пушистенькая и вот это мне еще надо высадить другую теплицу слушайте в этом году это такая эпопея ну да я те года столько не работаю действительно поэтому время было а здесь и работаю и на праздники же надо успеть бегать как так то но я их специально не высаживала знаете почему потому что я же их посадить посеяла очень поздно и они были еще мелкие для высадки совсем а сейчас вот даже за эти три дня пока я эти высаживала эти подросли немножко поэтому такой большой трагедии я не вижу они все равно будут сидеть в теплице ну попозже урожай будет вот ну не страшно господи все рядышком вот а здесь хотела показать вам картошечку посмотрите как она вылезла какая хорошенькая прям стоят такие солдатики единственное я здесь не рассчитала она очень мелкая картошка была посадочная но я думаю что она и вырастет короче не знаю мне кажется я очень часто посадила очень прям такие кусты уже раскидистые тут в общем три рядочка должно быть вот так раз два три ну-ка садоводы скажите мне часто не посадила в общем тут уже а вот здесь вот вот здесь всего два рядочка я сделала здесь вот место пошире а здесь по уже было я решила что здесь только на 2 рядочка места хватит и так видите как бы она здесь хорошо сидит здесь не нравится можно окучить да и с той стороны с этой стороны поэтому что скажете ну-ка садоводы я знаю точно что меня смотрят люди которые занимаются огородом германии здесь точно часто ну да ладно что теперь но это конечно фантастика я не знаю немцы называют это блумен прахт здесь просто миллион миллион алых роз обалдеть как же это красиво это значит здесь роза вьется на вот это дерево мне писали что это холюндр ребята нет это не холюндр я спросила у соседей соседи у меня то ли сербии в общем откуда-то оттуда и они с этого холюндра что-то там делают вот видите оно отцвело и вот такие вот ягодки слушайте ну нет это не холюндр потому что мне сказали что холюндр у него запах другой а этот ничем не пахнет так что мне просто да другие люди мне написали сделай фотку с этого растения и google тебе определит что это за растение ребята мне тоже определяет холюндр не знаю по листикам по соцветиям но ребят сказали не холюндр но большой плюс в том что что она является как бы таким деревом на который плетется моя роза посмотрите она прям уже прям туда вся вошла а здесь груша груша к сожалению в этом году видите вон там на самом верху она замерзла то есть груши не будет скажите правда вот фантастика какая вообще столько роз прям ой не могу я так подальше отойду чтобы меня и розы было видно обожаю обожаю эти цветы дождь нет смотрите какая туча надо мной сейчас покажу здесь синее-синее небо я туда смотрю все время а а здесь мама дорогая прям надо мной туча и начался дождь здесь вот солнце ой-ой-ой не ну почему так то когда я прихожу начинается сразу какая-нибудь фигня все опять в укрытие что ли бежать ну ребята в общем светит солнышко здесь небо чистое и плещет такой дождик вот смотрите насколько он сильный обалдеть стою возле козырька вернее под козырьком и жду сегодня точно не уйду с дачи вообще от нас какой-то ребят совсем забыла вам показать мне же еще розы есть которые на начале участка и они махом все расцвели жалко камера не передается это красоту такие прям крупные бутоны с ладошку с моим обалденно не так пахнут настоящими розочками короче розовый влог вам вот и здесь но эти прям выше чем я о как интересно а нет это 2 я думала на одном кустике и розовое но эти вот слабоватые конечно розочки в этом году я их плохо обрезала вообще их надо было обрезать вот так вот но я пожалела а теперь жалею что пожалела вообще у них такие крупные бутоны должны быть вот но это тоже такая же плетущиеся розы как там единственное что и некуда плестись в общем видимо при посадке я поперепутала розы и стоячую посадила да 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 это та же самая роза тот же самый сорт который вот там на арочке сейчас видите ну да ладно что делать может быть следующем году пересажу а пока вот такое все я посадила пересадила пошла домой дала устала ребята ужасные что после работы такая лохматенько вот пересадила жалко конечно все те кабачки полностью сожрали но у меня был резерв небольшой вот я их туда в ту бочку принципе высокую грядку не в принципе садил на всякий случай вот я не думаю что они бы там выжили но во всяком случае на высокой грядке выжили а здесь нет обидно досадно ну ладно ой еще и дверь закрыта в общем кто спрашивал сколько дача обходится в год ребята около 300 евро стоит это удовольствие иногда больше иногда меньше вот у нас увидите сегодня день рождения он зашел к нам на обед и будет получать сейчас свои подарочки да вот идем чтобы ты говори чтобы ты всегда был сыт открывай я уже сырые перемени попробуй попробуй на день рождения надо съесть один сырой кремень для счастья это казахская примета да пробуй обязательно попробуй сырой кремень пробуй сколько у меня линии выпадут давай попробуй пробуй а он еще и сюрпризом там какой-то да 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 ешь сразу ешь сразу ешь сразу ешь сразу да блин 36 пор никакого сюрприз да ешь я вчера тебе лепил ручки выворачивала а я тоже на кухню захожу и говорю слушай пельмешки что ли да ведь они все иди английский до меня до последнего не дошло что они вот настоящие обычные пельмени а внутри там как наша русская картошка это шоколадный шоколад белый шоколад да это пластичный шоколад шоколадный пельмени это от Леона тебе и он сказал что ты такой любишь любишь такие гуми берхен я все люблю без камеры и на камеру а тем временем джека ребята бcht да какой интересный запах да интересный ой я даже не знаю а а века я теперь буду от всех с ума должна сходить тебе сейчас нужно такие купить у нас такой небольшой просто обед сегодня ну Витя просто пришел на обед и у нас сегодня перцы фаршированные вот и пельмени приятного аппетита так вечер этого дня у нас погода испортилась ужасно просто мы закупались и как раз пошел дождь и мы уже продукты складывали под дождем закупочки наши хлебушки в общем три пакета набрали ели дотащили да вот легкая как всегда пиццу себе в общем это печенье было вам ебать я прям так вам чуть-чуть покажу шоколадное счастье вот клубничка у нас киви только кстати на клубнику надо съездить вот короче ребят как то так все не буду показывать у нас нас Витя нас Витя позвал к 8 вечера на день рождения чай с тортиком попить потому что среди недели все работают вот так что мы по-быстрому сейчас разбираем пакеты и мчимся потому что Витя далеко живет для него ехать минут 20 наверное полчаса очень далеко но в смысле больше не на девятом этаже чтобы тут минуточка и поднялся а вот все купила вот в такой сетке в каутлянге обалденно вкусные как домашние да да пришел пришел я вот твой туалет как раз меняю ага вот маленькие пушистенькие хорошенькие как красиво как будто с тобой сломок здесь побежало вот так примерно общение происходит болтают разговаривают что это было почему она не вышла мое счастье было так близко ой как так открыли и закрыли дверь перед носом какой кошмар Лев ты представляешь после выхода прошлого видео мне многие люди спросили а где Леон то почему его с вами не было на фесте ты был с нами на фесте на празднике был ребята он был просто мы пришли он встретил своих друзей и по-быстренькому с ними слинял так было правда ну привет всем скажи по тебе зрители скучают привет вот а на следующий день мы пошли сами а Леон был у Марины а на следующий день мы уже никуда не пошли а Леон пошел с Марины вот а сейчас у Леона каникулы ему снова разрешили в Xbox поиграть поэтому он из своей комнаты не выходит только так да но мы сегодня ездили вместе закупаться мы кушали вместе или он выносил мусор все больше отсюда он не выходил ты стесняшка? или я зашла не вовремя? все не будем отвлекать в общем он сидит тут у него прохладненько так хорошо давай спеши пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok